Бывший полицейский, а ныне подсудимый Арман Амзи обвиняется в совершении нескольких преступлений. В первом случае, как сообщила суду представитель прокуратуры, в октябре 2022 года он действовал вместе с неустановленными сотрудниками полиции по предварительному сговору. Использование нефантьева совершили в отношении Муссоликина незаконные действия, склонив последнего к совершению особо тяжкого преступления с целью последующего привлечения к уголовной ответственности. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников полиции по факту провокации преступления выделены в отдельное производство. Гособвинение считает, что несмотря на то, что Амзи свою вину не признал, она доказана показаниями потерпевших. Нефантьев ранее рассказывал, что после избиений полицейских согласился уговорить Муссоликина забрать посылку с запрещенными веществами. Ее доставили в цветочный магазин, где и задержали Муссоликина. Доставить наркотики из Астаны, кстати, предлагалось свидетелю Егорову. Но он в тот раз отказался. Кроме того, свидетель Егоров показал, что Амзи Арман передавал ему наркотики неоднократно для продажи. Вырученные денежные средства от продажи наркотических средств он передавал Амзи. 26 апреля 2023 года в автомашине марка «Лада Калином» Амзи сбыл Карбаеву аналог психотропного вещества мифидроль. Масса 99,48 грамм. В данном случае деяния Амзи квалифицированы как незаконные хранения, перевозка в целях сбыта и сбыта аналога психотропного вещества в особо крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения. За это спустя несколько дней Карбаев принес ему 930 тысяч тенге, якобы полученных за продажу наркотиков, но это были деньги, переданные и помеченные сотрудниками ДКНБ. Они задержали его и обнаружили в управляемой им «Ладе» около 300 граммов гашиша и 47 граммов мифидрона, аналогичного по составу тому, который ранее был передан Карбаеву. На основании изложенных доводов прокурор ходатайствовала суду о назначении подсудимому наказания. Путем частичного сложения наказания окончательно назначат 20 лет лишения свободы учреждению уголовной исполнительной системы средней безопасности с пожизнением лишения права занимать должности на государственной службе лишить специальное звание капитана полиции. Защита подсудимого ранее просила признать ряд доказательств его вины недопустимыми. Судебные решения по всем предложениям сторон и приговор будут оглашены в ближайшее время.